Господи, братья, сестры, друзья, сегодня у нас такой особенный день. Мы участвуем в хлебопреломлении или причастии, или еще есть такое название, как Евхаристия. День, когда церковь собирается вместе для того, чтобы вспоминать о страданиях Господа нашего Иисуса Христа, который благословен вовеки. Аминь. Слава Богу. Я хотел бы перед тем, как мы будем принимать причастие, дать, ну, как бы несколько наставлений, или, может быть, напомнить нам вообще о сути церкви, вообще чем должна заниматься церковь. И мы сегодня, вот слушая это слово, мы сможем проанализировать свою жизнь и понять, вот, а являюсь ли я, ну, полноправным членом церкви. А если, вот, во мне то, что было в первых христианах, вот, и всегда мы должны нашу веру, наше упование на Бога, мы должны всегда сверять с Божьим Словом, мы должны всегда проверять, точно ли это так, вот, так ли это написано в Священном Писании. Поэтому пусть Бог нас благословит сегодня, чтобы мы были внимательны и держали открытыми наши сердца. Я хочу предложить текст, который мы будем читать из книги «Деяния апостолов». Это вторая глава с 36 стиха. Немножко фонит микрофон. «Деяния апостолов», вторая глава с 36 стиха. Апостол Петр говорит такие слова. «Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распили». Апостол Петр обращался к евреям, но он делал такое очень важное заявление. Он говорил, мы должны твердо знать, твердо знать, что спасение мы получаем через Иисуса Христа. Нет другого имени под небом, которым бы надлежало спастись. Но твердо знать, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, Спасителя, которого люди распили. Твердо знать. Аминь? Аминь. Ну, далее мы читаем, что люди услышали это. Они умилились сердцем. Бог Духом Святым действовал через проповедь апостола Петра. И они сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать? Такой вопрос, а что же нам делать? Мы распяли Господа. И мы теперь поняли, что мы заблуждались. Мы сделали увеличайшую ошибку в своей жизни. И что нам делать? Этот вопрос, он и сегодня актуален для тех людей, кто блуждает. И посмотрите, Петр дает ответ. Что делать? Если вдруг ты осознал, что своими грехами ты распил Господа Иисуса Христа, что именно твои грехи привели Христа на крест, на страдания и на мучения. Что же делать? И Петр дает ясный ответ. 38 стих. «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа». Посмотрите, Петр ясно дает, четко дает наставление грешным людям. Что делать? Покаяться. Посвятить свою жизнь через водное крещение Христу. И вы получите прощение грехов. И более того, вы получите дар Святого Духа. И если мы принимаем Иисуса Христа как Господом и Спасителем, не просто знаем, но впускаем Его в свое сердце через покаяние, через осознание своей греховной натуры, сущности, и отвержение своих грехов, если мы поворачиваемся к новой жизни, ко Христу лицом и душой и сердцем, Бог дает человеку прощение всех его грехов. Слава Иисусу! Более того, принимая Христа, мы принимаем Его Дух. И Бог дает дар Святого Духа, который поселяется в человеке, который внутри и освящает человека. Внутри наставляет человека, преображает его в образ все более и более похоже на Иисуса Христа. Пусть Господь благословит нас. И далее, 39 стих, послушайте, это важно. Он говорит, ибо вам принадлежит обетование. Вам принадлежит обетование. И далее, и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь, Бог наш. Он говорит, вам принадлежит обетование. Друзья, а что же это за обетование? Обетование быть народом Божьим, быть детьми Божьими, принадлежать к церкви Иисуса Христа, принадлежать к Его невесте. Мы, когда читаем Ветхий Завет, мы видим, что Бог особо выделял израильский народ. И это правда. В Ветхом Завете мы ясно видим то, что Израиль, он был отображением Бога. Он должен был быть, являть Божью силу, являть Божью славу. Израиль был народом Божьим. Никакие другие племена, язычники, не могли, ну, как бы, быть этим Божьим народом, детьми Божьими. Но только Израиль. Но когда пришел Христос, и Он отдал свою жизнь, и во Христе человек получает прощение, и Бог призывает этого человека, то теперь неважно, какой ты национальности, какому народ, какой народности ты принадлежишь. И если ты принял Христа, то через Иисуса Христа ты становишься Детем Божьим, ты становишься народом Божьим, ты присоединяешься к церкви Иисуса Христа. Аллилуйя! Поэтому, если Господь тебя призвал, или призывает, знаешь, знай про это обетование, оно принадлежит тебе быть народом Божьим, быть детьми Божьими, быть церковью Божьей, и оно принадлежит и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог. Аллилуйя! А как Господь призывает? А очень просто. Проповедуя Евангелие, когда мы слышим Божье Слово, когда люди слышат Божье Слово, придите, покайтесь, примиритесь с Богом, оставьте грехи ваши, все это говорит о том, что Бог призывает человека, Он желает, чтобы человек примкнул к Его народу, к церкви Иисуса Христа, к Его невесте. Слава Господу! 40 стих. Мы видим тоже очень важную вещь, и другими многими словами Он свидетельствовал и увещевал, говоря, спасайтесь от рода всего развращенного. Мы видим, что проповедь Петра, она была направлена к тому, чтобы люди спасались от греха. Они отвращались от греховной жизни. Мы видим, в какое время мы непростое живем. Народ развращен. Вы знаете, те вещи, которые раньше были абсолютно ненормальными, сегодня они становятся нормальными. И это страшно. И мы смотрим, что многие соглашаются с этим. Вот я помню, это было везде, вот даже в советское время мы жили. Если человек был гомосексуалист, если он был такой на наклонности, его лечили в психиатрической больнице, ему могли дать срок, была такая статья в Уголовном кодексе, 5 лет общего режима. А сегодня, посмотрите, сегодня люди, они добиваются регистрации брака в ЗАГСе. Но в нашей стране, слава Иисусу, еще нет такого. Но повсеместно, мы можем видеть в Европе, в Америке, в других странах, сегодня это нормальное явление. Нормальное. И я просто взял лишь одну какую-то маленькую вещь. Но много есть сегодня таких вещей, которые когда-то были ненормальными. А сегодня, как норма. Поэтому апостол Петр пишет, спасайтесь от рода сего развращенного. Как? Через Иисуса Христа. Принимая Христа, о чем уже Сергей говорил, мы получаем свободу выбора. Мы принимаем свободу от греха, свободу от дьявола. И мы имеем возможность жить праведной жизнью, жить в Иисусе Христе и с Богом. Слава Иисусу! Слава Иисусу!